Эрнст Теодор Амадей Гофман Щелкунчик и мышиный король Битва Барабанщик, мой верный вассал Бей общее наступление Громко скомандовал Щелкунчик И тотчас же барабанщик Начал выбивать дровь Искуснейшим манером Так что стеклянные дверцы Шкафа задрожали И задребезжали А в шкафу Что-то загремело И затрещало И Мари увидела, как разом Открылись все коробки В которых были расквартированы Войска фрица И солдаты Выпрыгнули из них Прямо на нижнюю полку И там выстроились Блестящими рядами Щелкунчик бегал вдоль рядов Воодушевляя войска Своими речами Где эти негодяи трубачи Почему они не трубят Закричал в сердцах Щелкунчик Затем он быстро повернулся К слегка побледневшему панталоне У которого сильно трясся Длинный подбородок И торжественно произнес Генерал Неизвестны ваша доблесть И опытность Все дело в быстрой оценке положения И использовании момента Веряю вам командование Всей кавалерии И артиллерией Коня вам не требуются У вас очень длинные ноги Так что вы отлично поскачете И на своих На двоих Исполняйте свой долг Панталоны Тотчас всунул в рот Длинные сухие пальцы И свистнул так пронзительно Будто звонко запели Сто дудок в раз В шкафу послышалось Ржание и топот И гляди-ка Киросиры и драгуны фрица А впереди всех Новые блестящие гусары Выступили в поход И вскоре очутились внизу На полу И вот полки Один за другим Промаршировали перед щелкунчиком С развивающимися знаменами И с барабанным боем И выстроились широкими рядами Поперек всей комнаты Все пушки фрица Все пушки фрица Сопровождаемые пушкарями С грохотом выехали вперед И пошли бухать Бум-бум И Мари увидела Как в густые полчища мышей Полетело драже Напудрив их Добила сахаром Отчего они очень сконфузились Но больше всего вреда Нанесла мышам Тяжелая батарея Въехавшая на мамину скамеечку Для ног И бум-бум Непрерывно обстреливавшая Неприятеля Круглыми пряничками От которых полегло Немало мышей Однако мыши все наступали И даже захватили Несколько пушек Но тут поднялся шум И грохот Трррр Из-за дыма и пыли Мари с трудом могла разобрать Что происходит Одно было ясно Обе армии Бились с большим ожесточением И победа переходила То на ту То на другую сторону Мыши вводили в бой Все свежие-свежие силы И серебряные пилюльки Которые они бросали Весьма искусно Долетали уже до самого шкафа Клерхин и Трудхин Метались по полке И в отчаянии ломали ручки Неужели я умру Во цвете лет? Неужели умру и я Такая красивая кукла? Вопила Клерхин Не для того же я так Хорошо сохранилась Чтобы погибнуть здесь В четырех стенах Причитала Трудхин Потом они упали Друг другу в объятия И так громко Разревелись Что их не мог заглушить Даже бешеный грохот Битвы Вы и понятия не имеете Дорогие мои слушатели Что здесь творилось? Раз за разом Бухали пушки Пррррр Дрррр Драх-тарарах-тах-тах Бум-бум-бурум-бум И тут же пищали и визжали мышиный король и мыши, а потом снова раздавался грозный и могучий голос щелкунчика, командовавшего сражением. И было видно, как сам он обходит под огнем свои батальоны. Панталоны провел несколько чрезвычайно доблестных кавалерийских атак и покрыл себя славой. Но мышиная артиллерия засыпала гусар-фрица отвратительными, зловонными ядрами, которые оставляли на их красных мундирах ужасные пятна, почему гусары и не рвались вперед. Панталоны скомандовал им налево кругом и, воодушевившись ролью полководца, сам повернул налево, а за ним последовали кирасиры и драгуны, и вся кавалерия отправилась в Освояси. Теперь положение батареи, занявшей позицию на скамеечке для ног, стало угрожаемым. Не пришлось долго ждать, как нахлынули полчища противных мышей, и бросились в атаку столь яростно, что перевернули скамеечку вместе с пушками и пушкарями. Щелкунчик, по-видимому, был очень озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. «Ты знаешь, о, мой многоопытный в ратном деле слушатель Фритц, что подобный маневр означает чуть ли не то же самое, что бегство с поли брани. И ты вместе со мной уже сокрушаешься о неудаче, которая должна была постигнуть армию маленького любимца Мари, Щелкунчика. Но отврати свой взор от этой напасти и взгляни на левый фланг Щелкунчиковой армии, где все обстоит вполне благополучно, и полководец, и армия еще полны надежды». В пылу битвы из-под комода тихонечко выступили отряды мышиной кавалерии, и с отвратительным писком яростно набросились на левый фланг Щелкунчиковой армии. Но какое сопротивление встретили они! Медленно, насколько позволяла неровная местность, ибо надо было перебраться через край шкафа, выступил и построился в каре корпус куколок с сюрпризами под предводительством двух китайских императоров. Эти бравые, очень пестрые, нарядные, великолепные полки, составленные из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, орликинов, купидонов, львов и тигров, мартышек и обезьян, сражались с хладнокровием, отвагой и выдержкой. С мужеством, достойным спартанцев, вырвал бы этот отборный батальон победу из рук врага, если бы некий бравый вражеский ротмистр не прорвался с безумной отвагой к одному из китайских императоров и не откусил ему голову, а тот при падении не задавил двух тунгусов и мартышку. Вследствие этого образовалась брешь, куда и устремился враг. И вскоре весь батальон был перегрызен. Но мало выгоды извлек неприятель из этого злодеяния. Как только кровожадный солдат мышины и кавалерии перегрыз пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, отчего он умирал на месте. Но помогло ли это щелкунчиковой армии, которая, раз начав отступление, отступала всё дальше и дальше и несла всё больше потерь? Так что вскоре только кучка смельчаков злосчастным щелкунчиком во главе ещё держалась у самого шкафа. «Резервы сюда! Панталоны, скромуш, барабанщик! Где вы?» Взывал щелкунчик, рассчитывавший на прибытие свежих сил, которые должны были выступить из стеклянного шкафа. Правда, оттуда прибыло несколько коричневых человечков из стороны с золотыми лицами и в золотых шлемах и шляпах. Но они дрались так неумело, что ни разу не попали во врага и, вероятно, сбили бы с головы шапочку своему полководцу-щелкунчику. Неприятельские егеря вскоре отгрызли им ноги, так что они попадали и при этом передавили многих соратников щелкунчика. Теперь щелкунчик со всех сторон тесним и врагом находился в большой опасности. Он хотел было перепрыгнуть через край шкафа, но ноги у него были слишком коротки. Клерхин и Трутьин лежали в обмороке. Помочь ему они не могли. Гусары и драгуны резво скакали мимо него, прямо в шкаф. Тогда он в предельном отчаянии громко воскликнул «Коня! Коня! Полцарства за коня!» В этот миг два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ, и мышиный король подскочил к щелкунчику, испуская победный писк из всех своих семи глоток. Мария больше не владела собой. «О, мой бедный щелкунчик!» Воскликнула она, рыдая, и не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги туфельку и изо всей силы швырнула ее в самую гущу мышей, прямо в их короля. Тот же миг все словно прахом рассыпалось, а Мария почувствовала боль в левом локте еще более жгучую, чем раньше, и без чувств повалилась на пол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова